Для Ирины Дружбина и библиотека это второй дом. Любимым делом занимается уже больше 30 лет. Что такое дефицит читателей, почетный работник культуры не знает. В свой профессиональный праздник Ирина Викторовна получила диплом из рук губернатора. Работа всей моей жизни, люблю, нравится. И мне кажется, что лучше, чем наша библиотека, вообще ничего нет. У нас и детские отделы в каждой библиотеке, и тоже очень много клубов по интересам. Занять детей для нас нет никакой проблемы. И читают сейчас молодежь, возвращается, начинает читать. В этот раз во Дворце культуры и спорта Ставрополя собрались те, кто обычно привык находиться за кулисами. В День работника культуры они принимали слова благодарности и получали заслуженные награды. Вы душу нашу наполняете каждый день. Каждый день своей работы, приходя в Дом культуры, в библиотеку, выходя на эту сцену, вызывая в нас эмоции, вы каждый день нам дарите кусочек себя и наполняете мою душу. Я вам благодарен, хочу свою душу вам сегодня отдать, чтобы она была с вами и вы видели плод своего труда. Сегодня в крае создаются все условия для того, чтобы культура на Ставрополье развивалась. Только в прошлом году более 324 миллионов рублей направили на ремонт местных ДК. Все масштабнее становится проект «Поддержка местных инициатив», где жители сами выбирают, какие объекты, в том числе и культурные учреждения, благоустроить. Несколько лет подряд проходит Международный форум славянского искусства «Золотой Витязь». Этот праздник объединяет все направления отрасли, в которой работают самые потрясающие люди, самые яркие, самые творческие. Те, кому по жизни суждено сохранять наше культурное наследие, нашей России, края, продолжать его. Я хочу пожелать вам, чтобы в жизни вашей всегда была радость, творчество, позитив, энергия. По-настоящему украсил праздник театр балета Юрия Григоровича. По традиции героям дня пожелали достойных материальных условий труда, новых творческих успехов и, конечно же, вдохновения. Виктория Селеда, Антон Поляков, Ставропольское телевидение.